Большинство людей берет отпуск, чтобы расслабиться и убежать от повседневной жизни, и поэтому они выбирают уединенные пляжи и расслабляющие спа-салоны. Но некоторые люди постоянно хотят испытывать новые ощущения, они предпочитают смело покорять самые устрашающие места в мире. Приготовьтесь, сегодня мы посмотрим на 7 самых страшных аттракционов в мире. Royal Rush Sky Coast Royal Rush Sky Coast расположен в штате Колорадо над Королевским ущельем, по дну которого протекает река Арканзас. Высота аттракциона над землей 30 метров, над ущельем более 350 метров. Казалось бы, к чему все эти страшные цифры? Дело в том, что желающих получить свою порцию адреналина прочно закрепляют многочисленными страховками, затем поднимают с помощью специального механизма и отпускают. В самый неожиданный момент вы оказываетесь в состоянии свободного падения прямо над ущельем, но, к счастью, прочный трос удерживает любителей экстрима от печальных последствий, и они остаются качаться над пропастью, развивая скорость до 80 км в час. Нет, не зря этот аттракцион называют самым страшным скай-коустером в мире. Он возник благодаря мосту Royal George Bridge, который является туристической достопримечательностью Cannon City, штат Колорадо. Мост построен на высоте 291 метра над рекой Арканзас и является самым высоким мостом в США. Длина моста – 380 метров, ширина – 5,5 метров. С 1929 по 2001 год этот мост считался самым высоким в мире, пока этот титул не перешел к китайскому мосту Лиу-Гуан-Дже. Мост на высоте 250 метров В Китае любят экстремальные мосты. Вы наверняка слышали про один из них, сделанный из стекла, который ежегодно пугает множество впечатлительных туристов. Нам удалось найти его конкурента. Этот мост гораздо короче, чем его 300-метровый прозрачный брат, но ощущение от него, похоже, ничуть не менее захватывающее. Каждого смельчака, решившегося пройти по этому мосту, защищает страховка, и это совсем не лишняя мера. Дело в том, что идти вам придется на высоте 250 метров, а иногда даже прыгать через балки, из которых состоит мост. Они расположены на разном расстоянии, от 50 до 120 сантиметров. Сможете прыгнуть на метр с лишним, когда прямо под вами пропасть, иногда даже затянутая туманом? Поверьте, это только кажется, что это легко сделать. Ведь даже у самых устойчивых к высоте туристов здесь иногда сдают нервы. Одно неверное движение, и ты уже летишь вниз. Недолго летишь, конечно, спасибо страховочному тросу. Некоторые, кстати, настолько боятся пересекать мост, что ходят парами. Гора Хаушань Один из самых популярных экстремальных маршрутов – тропа смерти. Ежегодно собирает сотни тысяч отчаянных туристов, которые хотят доказать себе и всему миру собственное бесстрашие. Тропа, висящая над бездной на высоте более двух километров, находится в горах Хаушань и считается священной. Из древней по ней ходили монахи, исповедующие даосизм и ищущие бессмертие. Они проложили в горах десятки троп, чтобы по ним добираться к пещерам, и там в уединении и тишине медитировать. Чтобы добраться до тропы, путники преодолевают 12 километров пешком. Потом выстаивают несколько часов в очереди в пик сезона и, наконец, получают возможность ступить на опасную дорожку, будто наспех сколоченную из хлипких деревянных дощечек. Кстати, каждую весну тропу обслуживает с десяток бесстрашных китайских рабочих. Они проверяют страховочные крепления и меняют сгнившие доски. Ни перил, ни ограждений на тропе нет. Туристам предстоит пройти около 30 метров, такова длина тропы смерти Хуашань, держась за железные цепи каменных стен, прежде чем достичь специальной площадки, с которой открывается невероятный красотый вид на горы и окрестности. Страшновато тут бывает ветреную погоду. Ветер буквально сносит с ног. Понятно, что у туристов страховки, специальные тросы с карабинами, но от одной мысли, что сорваться в пропасть вероятность какая-никакая есть, кровь стынет в жилах. Сёрфинг на вулкане Если сёрфинг до сих пор ассоциируется у вас с пляжем, ярко расписанной доской и покорением волны где-нибудь под солнцем Калифорнии, то вы удивитесь, узнав, как далеки от истины. Продвинутые сёрферы уже давно предпочитают вулканическую лаву морской волне. Представьте себе гонки со скоростью почти 86 км в час по склону действующего вулкана. Вы поднимаетесь на высоту более 700 метров, усаживаетесь на небольшую доску и несётесь вниз, чувствуя, как под вами течёт горячая лава. Нет, это не шутка, а настоящий спорт. Он называется вулканабординг или вулканический сёрфинг. Его можно испробовать только в Никарагуа, департамент Леон. Именно там находится 150-летний вулкан Серо-Негро, который извергался уже 23 раза, в последний раз в 1999 году. Следующее извержение может произойти в любую минуту. Путешествие за адреналином начинается с того, что вам привязывают деревянную доску к спине, и вы вместе с группой единомышленников приступаете к восхождению на вулкан. Обычно это занимает около часа. На вершине склона организаторы одевают группу экстремалов в специально ярко-оранжевые робы и снаряжают их защитными зелёными очками. Когда туристы прослушают полный инструктаж по вулканическому сёрфингу, им дают добро на спуск. Полёт в невесомости Всё началось ещё в середине прошлого века, до начала полёта в космос Юрия Гагарина на Востоке. Учёным во что бы то ни стало нужно было воссоздать невесомость, не выходя на орбиту. Животные в условиях невесомости выжить могли, а вот человек... В 1950 году, наконец, был найден специальный воздушный манёвр, который воспроизводил короткие периоды отсутствия гравитации до 30 секунд. Первые самолёты, совершившие параболические полёты в невесомости, были двухместными. Испытания проводились самими пилотами и пассажирами, пристёгнутыми ремнями к сиденьям. Именно на таких самолётов готовились космонавты, астронавты космической программы «Меркурий» в США, Юрий Гагарин и другие пилоты Востока. Жаль, что размеры кабин тогда оставляли мало места для экспериментов. Сегодня параболические полёты доступны не только для научных экспериментов. Например, для съёмок сцен фильмов про космос и для туристов. Для последних ежегодно организуется от трёх до шести полётов в невесомость. Не так уж и много. Во время параболического или невесомого полёта пилоты совершают определённый параболический манёвр, чтобы воссоздать состояние невесомости внутри самолёта в течение 22 секунд. Этот манёвр повторяется несколько раз и позволяет воспроизвести, например, лунную и марсианскую невесомость. Всё зависит от величины параболы. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Пока-пока, на этом всё. Подписывайтесь на канал, смотрите другие наши видео, а в комментариях напишите, на каком из этих аттракционов вы хотели бы побывать. Субтитры создавал DimaTorzok